Эфир Люберецкого районного телевизия продолжается. Вы смотрите новости в студии Ольга Чуканова. Здравствуйте! Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты ядерной отрасли. Теперь о том, что происходит в городе и районе, вначале коротко о главном. Акция «Тест на доступность» прошла в Люберцах. 30 миллионов рублей затратили инвесторы на строительство социальных объектов на территории Люберецкого жилого комплекса «Самоцветы». В Люберцах открылся центр для детей с особенностями развития. Теперь и по всем этом более подробно. Народные избранники вновь собрались за одним столом. На очередном заседании они обсудили более 15 проектов, касающихся важных для города и его жителей проблем. В начале заседания депутаты утвердили изменения в доходной и расходной частях городского бюджета на текущий год и на плановый период 2016-2017 годов. Это связано с поступлением из областного бюджета субсидий, которые будут потрачены на социальные выплаты молодым семьям и капитальный ремонт дорог. Был обсужден земельный налог в части получения льгот на его оплату. Так, для пенсионеров предлагается возможность использования льготы только для одного земельного участка. Потому что в процессе анализа работы мы выявили, что на одного пенсионера регистрируют несколько земельных участков для того, чтобы уйти от налогов. Депутаты утвердили размер платы за социальный наим для жителей многоквартирных домов, который с 1 января будущего года составит 8 рублей 30 копеек за квадратный метр. Именно такой минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества установлен правительством Московской области. На 30 сентября были назначены публичные слушания по проекту «Стратегия социально-экономического развития города Люберцы» до 2035 года. В стратегии изложены на сегодняшнее состояние социально-экономического города Люберцы, существующие проблемы в городском поселении, видение города к 1935 году. Далее депутаты заслушали руководителя городской администрации Александра Алешина, который коснулся очень болезненной темы – небрежного отношения к зеленым насаждениям. Очень часто при производстве каких-либо работ в городе получались такие моменты, что зеленые насаждения были уничтожены или специально, или не специально. В результате того, что, например, дерево было уничтожено, мы, как правило, обращались в АТИ, которая штрафовала данного нарушителя. За дерево убралось полторы тысячи рублей. В целях ужесточения мер в отношении нарушителей сотрудниками управления ЖКХ разработана методика, которая позволит реально рассчитать ущерб, нанесенный зеленым насаждением. Утвердили люберецкие законотворцы изменения в проекте о порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов. Целью и предметом правового регулирования данного проекта является упрощение порядка демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов, а именно это холодильное оборудование, вининговые аппараты, бахчевые развалы, елочные базары, лотки, изодрамические емкости и цистерны. Срок предупреждения их владельцам о необходимости демонтажа сноса данных объектов составляет не 14 дней, как было ранее, а 3 дня. При этом информация в СМИ публикуется после процедуры демонтажа в целях уведомления собственников объектов о месте хранения и дальнейшего возврата. Единогласно было одобрено предложение присвоить звание почетный гражданин города Люберцы директору Центральной районной библиотеки имени Сергея Есенина Алле Карпенко. Вновь учрежденной медалью за 10 лет безупречной работы в представительных органах местного самоуправления были награждены генеральный директор Люберецкого жилищного треста Мамед Азизов и главный инженер предприятия Сергей Антонов. А главный хирург Люберецкого района Анатолий Уханов был удостоен знака отличия Совета депутатов за работу на благо города Люберцы. Ольга Щевелева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Акция «Тест на доступность» прошла в Люберцах. Представители администрации и общественных организаций проверили, насколько социальные объекты доступны для маломобильных групп населения. Инвалид-колясочник не сможет попасть в Центральный парк самостоятельно. Такой неутешительный вывод сделал в ходе рейда Александр Чувашев. Для маломобильных граждан обыкновенный бордюр становится серьезным препятствием. Их нужно везде занижать. Мы сейчас это все обговорили, я надеюсь, что нас услышали. Потому что там, где даже предусмотрены съезды, опять же, почему-то стоят бордюры высокие, которые препятствуют доступу свободному в парк. Новые социальные объекты МФЦ, пенсионный фонд, аптеки зачастую оборудованы пандусами. Однако подъезды к ним, тест на доступность иногда не проходят. Должны быть выбои на дорогах, но это, опять же, тоже общая городская проблема. Но это все для нас, для колясочников. Это все очень... То есть, если обычный человек там может пройти, даже выбои, он испортит обувь, то мы просто там не проедем никак. В следующем году Центральный парк города Люберцы ждет масштабная реконструкция. Уже составляется дорожная карта по доступной среде, в которой учтены все замечания общественников. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. 30 миллионов рублей затратили инвесторы на строительство социальных объектов на территории жилого комплекса «Самоцветы». Возведены и оснащены оборудованием детская поликлиника, женская консультация и реабилитационный центр для ветеранов. Микрорайон построен по принципу «двор без машин». Целый ряд конструкций предназначен для удобства проживания людей с ограниченными физическими возможностями. Жилой комплекс посетил глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ужицкий. «Самоцветы» называют уникальным для Подмосковья мини-городом, где есть все необходимое для жизни. Примерно треть всех площадей отдана под объекты социальной инфраструктуры. В их числе детская поликлиника и женская консультация, построенные и оснащенные современным оборудованием на средства инвесторов. Центром общения станет так называемый «соседский клуб», где жители смогут посещать творческие студии и спортивные секции. Планируется развивать военно-патриотическое направление. «Что важно по опыту наших прошлых объектов, что первые этажи, вот эти коммерческие площади, какие-то площади соседского клуба, мы в конечном итоге часто передаем жителям комплексы. И тем самым создаем для них рабочие места. Особенно это пользуется большим спросом среди молодых мам, которым сложно ехать на работу куда-то в другое место. И здесь они могут реализовать все свои способности, таланты». На территории Миниполиса уже работает физкультурно-оздоровительный клуб с тремя бассейнами. Создан реабилитационный центр для ветеранов, оснащенный уникальными приборами. А на детских и спортивных площадках применено травмобезопасное резиновое покрытие. Целый ряд устройств предусмотрен для людей с ограниченными физическими возможностями. Например, добраться от улицы до лифта можно на специальном подъемнике. «В благоустройстве полностью соблюдены все нормы и требования, которые сегодня предъявляются к маломобильным группам населения. Мы это видели и на лифтах. То же самое на всех пандусах. Все заезды предусмотрены для колясочников. Все подъезды оборудованы тактильной плиткой, которая позволяет полноценно чувствовать себя неощемленными именно этим маломобильным группам населения». Жилой комплекс построен по принципу «двор без машин». Цель – обеспечить безопасное передвижение пешеходов. И в первую очередь детей. Продуманы вопросы парковки автомобилей и выезда их с территории Миниполиса. «Я думаю, что нагрузка на улицу Кирова не так сильно вырастет. Тем более здесь есть паркинг и многоярусный, и плоскостной. Мы в свое время чуточку расширили улицу Кирова, когда напротив микролайона «Самосветы». Это мы делали сообща с застройщиком». Часть квартир в новом комплексе передана под муниципальные нужды и предназначена для очередников. А на строительство и оснащение социальных объектов на территории Миниполиса инвесторы затратили порядка 30 миллионов рублей. Марина Архипова, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах открылся центр для детей с особенностями развития. Накануне там прошел праздник осени для самых маленьких воспитанников учреждения. Детский центр развития открылся 1 августа. И сейчас здесь занимаются около 20 детей. Они уже успели подружиться и на празднике осени все вместе сажают деревья. С началом учебного года ребята-воспитателей поздравила начальник управления образованием Виктория Бунтина. Помогут все специалисты, которые сегодня работают в этом центре воспитания, в обучении детей. Помогут правильно настроить ребятишек на социализацию. После того, как дети вернулись с улицы и немного согрелись, пришел черед игры мастер-классов. В них, кстати, участвовали не только ребята, но и их родители. Так Оксана Полякова с дочерью Ирой оказались на празднике впервые. Весело, очень радует то, что часть мероприятий были на улице. То есть ребенок погулял, часть мероприятий внутри помещения. Есть зона, где можно перекусить ребенку. Для наших особенных детишек это самое важное. Быть в среде сверстников, смотреть, что делают сверстники, принимать участие. А наших обычных деток такие праздники учат милосердию, толерантности, равному отношению к детям с ограниченными возможностями. Праздники, подобные этому, пройдут в центре еще не раз. Так что у специалистов учреждений и родителей точно появится повод гордиться достижениями своих воспитанников. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Недавно Люберецкое районное телевидение отметило юбилей масштабным праздником в парке Наташинские пруды. В рамках празднования генеральный директор ЛРТ Екатерина Дегтярева дала старт фотоконкурсу, который будет проводиться до конца 2015 года. По условиям конкурса участник должен разместить в социальной сети Instagram или прислать на нашу корпоративную электронную почту «ЛюберТВ Собака Лис.ру» Своё фото с любой символикой Люберецкого районного телевидения. И поставить хэштег «ЛРТ-2015». Каждый месяц сотрудники телевидения будут выбирать лучшие кадры, показывать их в эфире и награждать победителей ценными призами. Победитель этого месяца еще не определен. Торопитесь и, может быть, именно вы станете обладателем фирменных подарков от ЛРТ. Далее наш эфир продолжит рубрика «Свободный микрофон». Наши корреспонденты вышли на улицу и спросили у люберчан, как они провели это лето. Лето – это маленькая жизнь. Так поется в знаменитой песне. В это время все отправляются на дачи, отдыхают у моря и просто набираются сил на целый год. А как провели это лето люберчане? Узнаем прямо сейчас. Этим летом я летал в Барселону. Да, потом из Барселоны прилетал сюда, в Сочи, Анапа, Геленджик. По-российски потом покатался. Вы знаете, что мне запомнилось? Неправильные они санкции. Они нас очень уважают и любят. Русских любят, и я в этом убедилась. Ну что, красота. Рим меня покорил. Я не поняла толком, потому что одного дня там не хватит. Да ничего, молодец армии тут пришел. Как в армии было. Хорошо. Ездили на дачу, отдыхали, ходили в кино, гуляли. Ничего не делал, погода не дала. Запомнилась плохая погода. Я работаю в компании, которая строит здешний торговый центр. И поэтому я провел свое лето на стройплощадке. Я лето провела на даче, ездила на море. Но я вообще пока домохозяйка, поэтому у меня было много работы в огороде. У меня родился ребенок в начале лета, поэтому летом я занимался только им. И это все, о чем я успела вам рассказать. В студии была Ольга Чуканова. Всего вам доброго и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова